Дорогие друзья, я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит мой канал. Я Евгений Киселёк. И я принимаю себя в гостях Сергея Жирнова. По установившейся традиции мы встречаемся по четвергам. Не всегда нам это удается, но, как правило, мы храним верность нашим обещаниям и договоренностям. Рассказываем вам шпионские истории, разные увлекательные кейсы из недавнего прошлого, спецслужб разных стран мира из далекой истории. Ну и реагируем на события, которые происходят в мире, которые имеют отношение к деятельности спецслужб, к работе разведок. И вот сегодня я приветствую Сергея, говорю, Сергей Олегович, здравствуйте. И предлагаю начать с того, что вот вчера Путин всех напугал, но не всех на самом деле. Очень многие западные средства массовой информации даже не вынесли это на первые полосы в топ новостей. Но, тем не менее, вот пытался мир напугать заявлениями о том, что меняет Россия свою, уточняет Россию свою ядерную доктрину, что теперь она будет считать нападением равным ядерному, когда не ядерная держава нападает на Российскую Федерацию при помощи, при содействии какой-нибудь ядерной державы. То есть, ну, грубо говоря, переводя на простой язык. Вот Украина атаковала территорию Российской Федерации. На самом деле, со всеми, в соответствии с международными законами войны, перешла на российскую территорию, начала наступление в Курской области. Но теперь, вот по ядерной уточненной доктрине РФ, теоретически по Украине можно ударить ядерным оружием, потому что она наступление в Курской области. К бабке, как говорится, ходить не надо, начала при поддержке и с помощью ядерных держав, вроде Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Франции. Вопрос вот какой у меня, Сергей. Скажите, пожалуйста, в действительности западные спецслужбы, западные разведки, обладают ли они достаточным инструментарием, достаточным человеческим, технологическим, экономическим ресурсом для того, чтобы отслеживать реальные ядерные угрозы со стороны России и, соответственно, предпринимать какие-то превентивные меры к тому, чтобы ситуация не сползла к ядерной войне между великими державами. Или же ЦРУшники будут, как в свое время сотрудники первого главного управления, ездить по ночам по Москве и смотреть, не горят ли окна в Кремле, в Генштабе и в каким-нибудь еще учреждениях. Помните, да, как это называлось, операция, которую внешняя разведка СССР проводила, когда Андропов и сотоварищи действительно подумали в том, что Запад готовит первый ядерный удар. Да, добрый вечер, Евгений Алексеевич, привет всем нашим зрителям. Действительно, вопрос такой, как бы, не очень праздный, но, с другой стороны, я вас успокою. Вы сами сказали, что, в общем, эта новость не стала новостью первых заголовков, потому что открылась Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, на ней выступал Байден, на ней выступал Зеленский, выступал Макрон, выступал генеральный секретарь, было перед этим заседание Совбеза, в Израиле, значит, на севере Израиля, на юге Ливана сейчас идет обострение конфликта, так что, в общем, все это заседание путинское, оно прошло мало для кого заметным, оно осталось заметным только для специалистов и с точки зрения, вот давайте, скажем так, для начала, кремлинологии, для специалистов, которые, так сказать, рассматривают, что там происходит в Кремле. Значит, во-первых, это не было заседание Совета Безопасности. В Совете Безопасности Российской Федерации, для тех, кто не очень в курсе, всего 32 члена, включая председателя, значит, председатель Путин, 13 постоянных членов и 18 членов Совета Безопасности. Это было заседание постоянного комитета по ядерному сдерживанию при Совете Безопасности, то есть, грубо говоря, это такая научная, неизвестная какая-то там комиссия, которая собирается два раза в год для того, чтобы поковыряться в носу и, значит, надувать щеки по поводу этого самого ядерного сдерживания. Из 10 людей, которые присутствовали в этом зале, не было ключевых игроков, таких как премьер-министр, как председатель объектов палат парламента, как секретарь Совета Безопасности, кстати, Шойгу, и из 10 человек, которые там присутствовали, 3 человека вообще не являются членами Совета Безопасности, а именно Денис Мантуров, председатель Роскосмоса Борисов и председатель Росатома, я уж не помню, как это он его зовут. Так что, в общем, это все было такое между собой в Кремлевке, который Путин собрал просто потому, что у него взорвался сармат. Он собирался, на самом деле, всех испугать тем, что накануне открытия Генеральной Ассамблеи и поездки Зеленского, и выступлений, и встреч там в Америке украинского руководства с американским, и не только, запустить межконтинентальную современную тяжелую ракету, она у него сгорела на космодроме Плесецк. Значит, она не вышла даже из шахты. Всем известны эти снимки, где развороченная шахта, значит, космодром Плесецк теперь там неизвестно, что с ней там будет. По крайней мере, все, что вокруг там было, сгорело. Погибло довольно много людей, правда, они об этом ничего не писали. И тогда Путину понадобилось хоть что-то взамен этого пуска, несостоявшегося сармата, сделать в ядерной области. И вот он объявил, что они там, типа, будут уточнять ядерную доктрину. Но вы сами понимаете, что вот помните, как начиналась война в Украине. Он собирал настоящий Совет Безопасности, вот там было все 32 члена. И он каждого опрашивал 21-го, это было февраля 24-го года. И он каждого там... С тех, которыми поиздевался, в частности, над директором той службы, в которой вы когда-то числились. Я имею в виду, как он отчитывал этого самого, господи, боже мой, Нарышкина. Генерала Нарышкина. Он у нас генерал Нарышкин-то, я так полагаю. А черт его знает. Нет, по-моему, не генерал, потому что он же пришел туда из председателей Госдумы. То есть, типа, он являлся государственным чиновником, как это называется, государственным советником первого класса. То есть, в принципе, он... Это соответствует генералу армии. Но, по-моему, он не носит погоны генералу армии. Я его никогда в форме не видел. И, по-моему, он не является военным. И вот тогда это было заседание Совета Безопасности. Тут понятно, что никакого заседания Совета Безопасности не было. Это был такой разговорчик, местусобойчик ни о чем. Среди семи членов, из которых один пьяный Медведев. Так что, в общем, это, конечно, не серьезный разговор. Это Путин опять попытался кого-то там попугать. Нет, подождите, Сергей Олегович. Ну, давайте не будем уж так обесценивать этот персонаж. Я имею в виду Путина. В конце концов, президент где-то на публику официально, неофициально. Ну, в конце концов, он же говорит, вот будем теперь считать агрессорами, которые пытаются развязать против нас ядерную войну. Даже те страны, которые не ядерные, но нападают на нас с обычным оружием, но при поддержке ядерных держав. И что? Не важно, где он это сказал. Важно, что он это сказал. И что изменилось? Абсолютно не важно, что он сказал. Потому что важно, что есть в международных отношениях, есть международные договоры по поводу нераспространения ядерного оружия, по поводу применения ядерного оружия. Кстати, никакая военная доктрина, ядерная доктрина Российской Федерации не является нормативным документом Российской Федерации. Президент Российской Федерации вообще может поковырять в носу, посмотреть на Луну или на Солнце и нажать на красную кнопку без всякой доктрины. Его, эта доктрина, доктрина Российской Федерации не является обязывающим документом. Чтобы она стала обязывающим документом, нужно, чтобы ее утвердил Совет Федерации. Совет Федерации ее не утверждал. Она утверждается указом президента. То есть, грубо говоря, это внутренний документ кремлевский, который Путин решил написать. Но если бы он его не написал, то, в общем, и строго говоря, ничего бы не изменилось. Вы же понимаете, что в Российской Федерации, что написано, что не написано, разницы никакой не имеет. Главное, что принимается. Причем, вот вы говорите, ну, он такой страшный человек, вот он написал теперь, что это так. Ну и что? Ну и что дальше? А дальше он мог нажать на эту красную кнопку, не написав этого. И что дальше? И что вот изменилось принципиально? То есть, понимаете, вот у нас с вами, мы с вами все-таки имеем какой-то опыт жизни при Советском Союзе. Вот в Советском Союзе был там съезд Компартии КПСС. И вот если на съезде принималось какой-то документ, или там, я не знаю, на сессии Верховного Совета Советского Союза принимался какой-то документ, он имел обязательную силу, он принимал значение нормативного акта. Ядерная доктрина не является нормативным актом Российской Федерации. Не является. То есть это, вот мы с вами сейчас можем поговорять на носу и написать такую же ядерную доктрину. А что, давайте напишем. Чем мы хуже вот этих самых ребят, которые там в Кремле собрались? У нас такая доктрина получится. Все просто ужаснутся. Точно попадем на первые полосы. Ну, мы-то правильно, мы лучше напишем даже, чем они напишут. Правильную доктрину напишем, главное. Да, то есть, грубо говоря, на самом деле, при всем при том, что это какой-то там, как бы серьезный человек, я вам еще напомню еще такой замечательный вывод. Смотрите, в Российской Федерации есть три человека, которые нажимают на ядерную кнопку. Это президент, это министр обороны, это начальник генштаба. А премьер-министра нет? Нет, нет, премьер-министра нет. И для того, чтобы нажать... Мишусина обиделся на самом деле. Ну, Мишусина, кстати, давно нет. Почему-то везде Мантуров вертится. Кстати, Мантуров не является ни постоянным, ни просто СССР, а сидел за этим столом по левую руку от Путина. Вот. Но к чему все это дело? Значит, на самом деле, это вся бодяга, это просто вот такой банальный кремлевский пиар. Ничего другого. И, больше того, мы с вами уже многократно это уже обсуждали. И, ну, повторюсь, что когда Путин упоминает что-нибудь ядерное, это значит, что у него все плохо во всем остальном. Потому что смысла для нормальной, сильной страны, которая может победить кого-то без всякой ядерки, упоминать ядерку нет. Абсолютно нет. Именно потому что Россия не может победить в нормальной войне даже такую страну, которую она не считает даже за суверенное государство. Значит, не считает Украину достойную, так сказать, уважения. Вот. Но два с половиной года она ее не может победить в поле боя обычной войны. Эта страна зашла на российскую территорию. И ничего не изменилось. Вот. Так что все это, в общем, это просто сотрясание воздуха. Вот. Но очень важно, что мы это с вами проговорили, потому что, может быть, у кого-то были какие-то сомнения по поводу того, что вот сейчас, когда там Путин собрал вот такое совещание и добавил там две строчки в какую-то там ядерную доктрину, которая не является нормативным актом и которая вообще никому ни к чего не обвязывает. Вот. Но я, не забыл, не закончил мысль. Так вот, в этом зале сидело два человека, которые должны нажимать на красную кнопку. Но почему-то начальника генерального штаба, третьего человека, который нажимает на красную кнопку, в этом зале не было. Да. То есть такой важный вопрос обсуждали, что даже третьего человека, который реально нажимает на красную кнопку и который является членом Совета безопасности, его даже на это заседание не позвали. Вот премьер-министр, кстати, может нажимать на красную кнопку только в том случае, если он является исполняющим обязанности президента. То есть вот если Путин накроется медным тазом, то его по конституции замещает премьер-министр, и в тот момент, когда он является исполняющим обязанности президента Российской Федерации, ему передаются коды ядерные как президенту на момент временного исполнения этих функций. Вот только в этом качестве он еще может как-то поучаствовать в такой штуке. Ну, все-таки, если они начнут нажимать на красную кнопку, мы же понимаем, что это процесс не одномоментный, что в любом случае нужно приводить соответствующую боеготовность подразделения и части стратегических ракетных сил. Или доставать из специальных складов ядерные боеприпасы, если речь идет, предположим, о тех ядерных боеприпасах, которые используются в артиллерии. Их нужно доставать, доставлять на позиции. И все это требует времени, отдачи целой серии команд. Мой вопрос, я повторяю, есть ли у западных спецслужб достаточные технологические, технические, людские ресурсы от аэрокосмической разведки и до агентурной разведки на территории Российской Федерации, чтобы вовремя стукнуть кулаком посту и сказать, так, ребят, стоп, мы знаем, что вы делаете то-то и то-то, остановитесь, иначе мы предпримем самые жесткие ответные методы. Такая вещь есть у западных государств и есть у Российской Федерации, есть у Китая. То есть у всех ядерных держав такие разведки есть и такие разведки, которые способны это все делать. У Российской Федерации она в этом смысле более уязвима, потому что у нее есть две составляющие, которые очень видны, очень хорошо видны. А именно составляющая авиационная и составляющая шахтная. Вот и та, и другая составляющая. Там еще на самом деле не только артиллерия, там даже ракеты, которые надо подвешивать под бомбардировщики. Там есть некоторое количество ракет, которые находятся на постоянном дежурстве и в шахтах, и на подводных лодках, и на бомбардировке. Но их очень мало на самом деле, потому что их же надо охранять особым образом. То есть на самом деле это головная боль очень большая для 12-го главного управления. И в основном все свои ядерные боеголовки оно держит в своих 12-ти хранилищах федеральных и в 30-ти хранилищах региональных. Вот. И как только начинается движение вокруг 12-ти федеральных и 30-ти региональных хранилищ 12-го главного управления Министерства обороны, это, естественно, отслеживается спутниками всех стран, у кого есть спутники и у кого есть космическая разведка. И, естественно, они уже ушки на макушке, чего-то там происходит. Поэтому нанести внезапный удар можно только, грубо говоря, с подводных лодок, которые находятся. Вот у французов есть одна подводная лодка из четырех атомных удавных крейсеров подводных, которые находятся на постоянном дежурстве в погруженном положении. То есть у них есть одна подводная лодка, которая погружается на несколько месяцев, ну, говорят, там, шесть месяцев, и находится неизвестно где. Вот на этой лодке находятся 16 ракет. На каждой ракете 10 разделяющихся головных частей, значит, 160 боеголовок, которые могут быть запущены из французских трехслот. То есть половина французских боеголовок может запущена быть в любой момент. Вот. Все остальное это надо все готовить. У Российской Федерации в этом смысле даже еще большая проблема какая? Что если вот ракеты типа «Сармата», которые на жидком топливе, и их надо заполнять этим топливом, потому что его нельзя держать постоянно, эту ракету нельзя постоянно заправленным топливом, потому что гептил разъедает все, что можно. И если держать этих ракет много заправленных, то тогда просто надо их менять вот даже оболочки железные, там чуть ли не раз в два или три года. Поэтому держат минимальное количество. И, конечно же, это все отслеживается, это отслеживается. Плюс я убежден, что у Соединенных Штатов Америки, у ЦРУ, есть свои кроты в кремлевской администрации. Безусловно, есть кроты, потому что есть, ну, это серьезная служба, и россиян очень просто, на самом деле, завербовать. Потому что за бабло в России сейчас можно купить всех. Мы знаем, что Федеральная служба безопасности – это просто служба, которая работает на олигархов. Мы об этом с вами многократно говорили. Каждый из заместителей Федеральной службы безопасности и каждый из начальников служб Федеральной службы безопасности – это агент какого-нибудь олигарха. Вот все зависит от того, на какого олигарха он работает. И, соответственно, вся информация сливается. Вот плюс, я думаю, я в этом убежден. Это не факт, но это мое такое внутреннее убеждение. Вот то, что говорится, знаете, когда судья принимает какое-то решение, вот иногда он принимает решение по внутреннему убеждению. Вот у меня есть внутреннее убеждение, что если, не дай бог, это сумасшедший старый пердун в Кремле решит нажать на кратную кнопку, то в его окружении найдется обязательно какой-нибудь человек, который просто возьмет телефон и позвонит в Соединенные Штаты Америки. Вот там у них есть люди, у которых есть телефоны, есть люди, которые могут позвонить. Вот и сказать, что вот… Просто у этого человека есть под рукой табакерка или шарфик? В Кремле вообще табакерки и шарфики есть у огромного количества людей. Там находится 5 тысяч. Мы с вами разбирали службу безопасности президента, который состоит из 5 тысяч человек. Вот у них у всех табакерки и шарфики, а также новичок, а также там чего только нет. То есть там просто крысиный яд, вот может какая-нибудь там кухарка Путину подмешать в стакан воды, и все, он выпьет и подохнет. Вот, конечно же, есть куча народу, вот, и я надеюсь, что там смертников нет. Больше того, вы знаете, вот последнее замечание такое из кремлинологии, если вы посмотрите картинку с вчерашнего заседания, сидит Путин, от него отсажены на 3 метра все остальные. То есть между ними 3 стула. Сам стол путинский и еще 2 стула. То есть на самом деле человек, который отсаживает от себя за 3 стула людей, самых близких к себе, вот он не похож на самоубийцу. То есть он не может, вот такой человек заботится о своей, такой человек, который так хорошо заботится о своем здоровье, так хорошо заботится о своей жизни, он должен себе отдавать отчет, что нажать на красную кнопку, в общем, это будет самоубийство, тем более после того, как у него только что взорвался сармат. Да, и вот тут нам кто-то написал, Михасик Пов, кажется, автор, а нет, простите, Михасик Пов, это про другое. Он пишет, движение идет постоянно, и сам черт не поймет, где бомба, а где пустышка. Михасик, на самом деле я уже с военными экспертами эту тему мне однократно объяснял. Дело в том, что неизбежным образом любая ядерная бомба, любой ядерный боезаряд дает какой-то радиационный фон. И современное разведывательное аэрокосмическое оборудование даже на гигантском расстоянии это фиксирует. Поэтому пустышку за ядерную бомбу выдать не получится. Сергей, я все правильно излагаю или нет? Ну, здесь по-настоящему, конечно, если так по логике вы все правильно сказали, но они же тоже не дураки, они могут в пустышку просто положить 20 грамм урана, и он будет фонить, как будто там заряд. Но на самом деле вы правы, потому что заряд все равно дает совсем другой фон, как если бы это была пустышка. То есть пустышку все равно можно определить, скорее всего, даже по ядерному фону, по радиационному фону. Ну, смотрите, друзья, мы вам обещали все-таки периодически рассказывать увлекательные шпионские истории. И у нас сегодня есть, безусловно, информационный повод для этого, потому что в западной прессе появились леденящие душу сенсационные публикации о том, что погибшие недавно при странной довольно катастрофе яхты собственные британские Билл Гейтс, Майкл Линч, миллиардер, оказывается, хранил у себя в каких-то суперсекретных, труднодоступных для открывания сейфов на берегу, простите, на борту этой яхты, какие-то секретные документы спецслужб. Вот что вы про это знаете, Сергей? Да, история абсолютно захватывающая, даже без этих секретных документов. И поэтому давайте мы ее немножко представим тем, кто совершенно не в курсе. Я считаю, что она вообще прошла довольно тихо, потому что к ней не было приковано такого серьезного внимания, а она стоила того, чтобы серьезное внимание к ней приковать. И вот мы возмещаем, так сказать, недостаток наших коллег, потому что Майкл Линч – это очень специфический человек, то есть вы правильно говорите, его называли британским Биллом Гейтсом, человек-миллиардер, который создал свою айтишную компанию «Атонами», значит, очень успешный человек, ее там оценивали в 8 миллиардов, потом он ее за 11 миллиардов долларов продал Хьюлитту Паккарду американскому. И это было бы замечательно, если бы потом Хьюлит Паккарт не обнаружил, что, в общем, стоимость этой компании была чрезвычайно завышена, ну, там, по меньшей мере вдвое, и не предъявил бы претензию, гражданскую претензию Майклу Линчу и его подельникам. Вот, и это разбирательство, значит, очень долго длилось, в итоге ни к чему не привело, ну, вернее, там выплатили они там немножко чего-то, вернее, их там приговорили, но, в общем, так и непонятно, выплатили они или не выплатили, вот, потому что судья, который рассматривал это дело, он сказал, что, в общем, есть некие претензии реальные у Хьюлита Паккарда, но, безусловно, это не на ту сумму, на которую там ему предъявлялось, предъявлялось ему там на 8 миллиардов долларов, то есть на 5 миллиардов фунтов стерлингов, вот, и затем ему предъявлялись обвинения уголовные в Соединенных Штатах Америки, это был отдельный совершенно разговор, потому что его там по очень серьезным статьям, там чуть не по государственной измене там и так далее, и вот это вот к тому, к той истории, о которой вы рассказали, про документы секретные, вот, хотя деталей мы до конца не знаем, что ему там вменяли, но, в общем, Штаты требовали его выдачи для судилища в Соединенных Штатах Америки из Великобритании, в Великобритании это стало огромным скандалом, потому что за него стали заступаться, говорить, что вот нельзя выдавать британского подданного, значит, на суд американский, что это такое, значит, если судить, то его надо судить тогда в Лондоне, там, в Соединенном Королевстве, вот, но в итоге его все-таки выдали в 23-м году в Америку, вот, он, правда, не сидел в тюрьме, его посадили под домашний арест с его подельником, вот, и в итоге в этом году состоялся суд в июне месяце, который их полностью оправдал, суд присяжных там, у них у каждого было там, у подельника Майкла Линча было 15 пунктов обвинения, у него 18, вот, и присяжные их оправдали по всем пунктам, значит, все это дело было, закончилось замечательно, то есть, в общем, все судебные претензии, как уголовные, так и, как бы, его гражданские, более-менее рассосалось все это дело, вот, он, кстати, после продажи этой компании тонами создал другую венчурную компанию, в общем, он был довольно состоятельным человеком, его в 23-м году состояние личное оценивалось чуть не в миллиард долларов, вот, так что все у него было хорошо, и вдруг он в августе месяце, в 20-х числах, 19-го, по-моему, августа, значит, праздновали... 19-го августа, у берегов Сицилии. Да, они, значит, у берегов Сицилии собрались, ну, во-первых, он сам, его семья, его жена, его, по-моему, одна из дочек, у него две дочери, вот, ну, плюс его адвокаты, его этот самый подельник, нет, подельника, кстати, не было, а про него отдельная, отдельная история, вот, значит, собрались, там было 22 человека, и яхта вдруг, внезапно, там разгулялся шторм, и она затонула, спаслось все-таки 15 человек из 22, в том числе жена Майкла Линча, вот, а сам он погиб, и его тело было обнаружено несколько дней спустя, 22-го августа, и опознано как тело Майкла Линча, вот, а его подельник в это время занимался джогингом в Сан-Франциско, и, вернее, нет, Великобритании, и его сбила машина, вот, ровно... Это несчастный случай, 17-го числа это случилось, его звали Стивен Чемберлин, во время пробежки где-то в графстве Кембриджи, его сбила машина, совпадение? И 20-го числа, 20-го августа он скончался в больнице от полученных ран, вот, таким образом, два человека, против которого Хьюлит Паккарт выставлял огромный гражданский иск, и которые преследовались американским правительством по очень серьезным пунктам обвинения, которые были оправданы и там, и там, вдруг почти одновременно один погиб, значит, в катастрофе его яхты у берегов Сицилии, а второй на пробежке в Великобритании. То есть получается абсолютно шпионская история. Вот из тех нами с вами любимых историй, которые мы обожаем, потому что здесь можно... Работает наша фантазия, потому что, конечно, совпадений таких не бывает. Вот, что бы мне там ни говорили, и что бы ни говорили, что да, 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 это вот все такое вот случайность, но так, чтобы чуть не в один день погибло два человека, которые, значит, которые оказались, которые были, рассматривались как преступники из Соединенных Штатов Америки и плюс частной компании американской, и вдруг идти и тот, и другой закончили жизнь почти одновременно. Для меня, конечно, здесь совпадений не бывает. Ну вот смотрите, на самом деле ведь в мировой истории, или, скажем так, в той части мировой истории, которая касается разного рода конспирологических заговоров, конспирологических теорий, то, что привлекало всегда внимание писателей, детективщиков и их аудитории, все, что связано с яхтами, с морем, да, окутано тайной, да. Вот сколько раз в кино, в художественной литературе мы наталкивались на сюжеты, как какое-то загадочное убийство происходит на яхте, или яхта какого-нибудь богатого человека, или влиятельного политика вдруг взрывается, взлетает на воздух, да. Помните у Чарльза Перси Сноу популярного детективщика, даже роман есть, «Смерть под парусом», да. Я вспоминаю, очень похожая история, конец 91-го года, при загадочных обстоятельствах на борту собственной яхты погибает крупнейший британский бизнесмен, издатель, владелец очень большого по тем временам издательства «Пергамон Пресс» Роберт Максвелл, человек, который, кстати, был связан с многими разведками, судя по всему, и с ЦРУ, и с британской разведкой, и с израильским Моссадом, человек, который был, и, по-моему, даже и сам обогатился, и покойного Михаила Сергеевича Горбачева обогатил тем, что стал эксклюзивным издателем книг Горбачева на Западе, и вдруг, вы понимаете, выходит среди ночи, как показывают сотрудники экипажа самой яхты, выходит голым, извините, по малой нужде, привычка у него такая была, голым выходить и по малой нужде справлять прямо с борта яхты, и потом почему-то падает в воду, и потом его находят уже мертвым, утонул, и дальше, и дальше какая-то грандиозная история выясняется, что он весь в долгах, как в шелках, и у него какие-то неразрешенные противоречия с разными спецслужбами, выясняется, что у разных спецслужб на него, что называется, зуб вырос, в общем, очень похожая история, знаете, и почему-то это происходит вот в момент крупнейшего международного кризиса, которым, если называть вещи своими именами, это не была, безусловно, как утверждает Владимир Путин, крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века, но, безусловно, распад СССР, который тогда был в самом разгаре, эта штука, конечно, была одним из больших международных кризисов. Да, конечно, эта история очень интересная тоже, потому что яркий очень тоже человек, вы рассказали про его, так сказать, бизнес-составляющую, потому что он был бизнесменом, он был издателем, он пытался, кстати, конкурировать с Мердоком в газетном бизнесе, в ньюсмейкерском бизнесе, не всегда успешно пытался покупать кое-какие газеты, которые в итоге купил Мердок. Но самое главное то, что он, кроме того, что вы сказали, что у него были связи с кучей западных и всяких иностранных спецслужб, у него были такие же связи с КГБ, у него такие же связи были с Советским Союзом, и причем очень давнишние связи, то есть человек, который сотрудничал с международной книгой, который являлся практически по в Великобритании главным агентом Советского агентства по авторским правам, значит, ВАПа, так называемого, то есть практически через него, там, или с его помощью шли какие-то деньги авторские, всего того, что Советский Союз пытался издать в Великобритании, и всего того, что он сам издавал для Советского Союза. Он издавал огромное количество макулатуры политической для Советского Союза. Речи Леонида Ильича Брежнева, речи, я не знаю, там Сушлова и прочих всяких вещей. Как вы правильно сказали, значит, с Горбачевым во время перестройки, очень активное у него было сотрудничество, он издавал Виктора Луи, такого странного человека, которого мы иногда упоминали с вами, значит, человек, который тоже был связан со всякими разведками, то есть связей со спецслужбами у него было просто по уши. И вот он точно так же в 90-м году, в 91-м году, когда стали выпадать люди из окон, там, стреляться после несостоявшегося путча ГКЧП, и он где-то там, по-моему, он там где-то в ноябре или в октябре, что в 91-го года, закончил трагически свою жизнь. Ну, то есть, конечно, вот это вот... 5 ноября 91-го года на Канарских островах в Испании. Да, хорошее место. Он, его, кстати, указывали в качестве одного человека из людей, который помогал КПСС выводить какие-то деньги партии за рубеж. Вот это очень важный момент. Вот, и по этому поводу, конечно, когда человек, который помогает Коммунистической партии выводить деньги за рубеж, вдруг падает с борта собственной яхты на Канадских островах, вот, и заканчивает таким образом жизнь, то, естественно, опять же, вот у меня с моей головой бывшего шпиона, у меня есть очень сильное подозрение, мне очень трудно поверить, что это просто несчастный случай. Хотя, несчастные случаи в жизни бывают. Ну, во всяком случае, история покойного Роберта Максвелла, который, помимо всего прочего, успел даже несколько лет позаседать в британском парламенте, он был шесть лет депутатом парламента от Лейбористской партии, давным-давно, это было в 60-е годы, но эта история действительно показывает, как российские спецслужбы умели, и вполне вероятно, до сих пор сохранили это умение проникать вглубь западного истеблишмента. Что бриканского, что американского, что, наверное, увы, и французского, наверное, российская агентура и во Франции, что называется, не дремлет. А может быть, дремлет, может быть, там есть спящие агенты, которые еще, как говорится, не дали знать о себе. Есть и такие, и такие. Можем еще, кстати, можем отдельно поговорить в конце нашей передачи еще и о французской яхте, и в Пионском случае с французскими яхтами. Но в заключении обсуждения вот этих двух фигур, которые очень похожи, вы правильно говорили, что, в общем, они прежде всего бизнесменами были, но одновременно, это, кстати, в Британии довольно широко развито, они заседали во многих во многих обществах всяких, в клубах и состояли в разных организациях, наблюдательных советах, и по этому поводу, так сказать, и тот, и другой, кстати, и Линч, и Максвелл, вот, были там в наблюдательных советах различных корпораций, кто в BBC, кто, значит, в университетах каких-то, в колледжах, которые готовят, готовят элиту английскую, вот, так что в этом смысле, конечно, они, безусловно, были представителями истеблишмента, причем высшего истеблишмента, у которого, безусловно, есть огромное количество связей и знаний того, что происходит на верхушке, правящей верхушке в Великобритании, и поэтому, конечно, так сказать, ну, у Максвелла это было однозначно совершенно, что он работал на КГБ тоже, вот, ну, у Линча работал ли он на российскую разведку, неизвестно, но если американцы ему предъявляли очень серьезные уголовные преступления, так сказать, претензии в уголовном суде, то практически в государственные изменения, то тоже наверняка что-то там такое есть, и вот сообщение, которое прошло, что у него там в сейфе должны были быть какие-то жуткие секретные документы, это сообщение интересное, судя по всему, кстати, вот я еще где-то читал такую штуку, что там отцепили место, где затонула эта яхта, потому что, чтобы к нему, не дай бог, никто-нибудь там не подплыл и не попытался либо взломать этот сейф, либо просто вынуть этот сейф и его увезти на какой-нибудь подводной лодке или на каком-нибудь корабле, так что история, конечно, еще до конца не закончилась, мы не знаем, чем вся эта история с сейфом закончится, вот, но все очень занимательно, вот, а если возвращаться к французам, то... Я еще хочу, с вашего позволения, закрыть историю про Роберта Максвелла, смотрите, ведь там, когда вот он умер, он завещал себя похоронить в Иерусалиме, он был еврей, чехословацкого происхождения еврей, и он завещал себя похоронить в Иерусалиме, и когда его хоронили на самом престижном Иерусалимском кладбище, которое находится прямо напротив старого города, вот, кто бывал в Иерусалиме, вы представляете себе это, вот, вы стоите на смотровой прощадке, откуда открывается вид на этот вот купол скалы, так называемый, под которым находится одно из священных мусульманских мест, скала, с которой якобы вознесся на небо на своем коне пророк Мухаммед, и вот там этот великолепный золотой купол, а между Масличной горой и вот этим куполом простирается еврейское кладбище. В Сталинке. Да, да, в Иерусалиме, и вот считается, что это самое престижное еврейское кладбище в мире, потому что когда наступит судный день, когда придет Мессия, вот мертвые станут из гроба, вот прежде всего в этом месте, такое существует поверье, да, и вот там был похоронен Роберт Максвелл, и на его похоронах присутствовали шесть когда-либо действовавших руководителей израильской спецслужбы Моссад, и там же был действующий премьер-министр Израиля Ицхак Шамир, и вот он сказал, я цитирую, he has done more for Israel than can today be told. Он сделал для Израиля гораздо больше, чем мы сегодня имеем право рассказать. Ну и в частности речь идет о том, что он, Роберт Максвелл, служил в британской армии во время Второй мировой войны, с одной стороны, с другой стороны, у него были, несмотря на молодость, немалые связи в Чехословакии, и воспользовавшись этими связями, он помог израильтянам, кстати, не без участия советской разведки, не без участия советских военных. Там тогда был очень короткий период, когда Сталин пытался заигрывать с молодым руководством только что созданного государства Израиль, короче говоря, они наладили для поставки оружия из Чехословакии в новорожденное Израиль. И кроме того, была вторая история, что господин Максвелл сумел продать, потому что, помимо того, что у него был издательский дом, у него была крупная фирма, занимавшаяся софтом, компьютерным софтом, и вот он сумел продать в несколько стран некий софт, который, оказывается, это не подтверждено, но с помощью этого софта израильская разведка получила доступ к государственным секретам сразу нескольких стран мира, потому что в этот софт было внедрено некое шпионское программное обеспечение, которым пользовался как раз Максвелл. И это, что называется, только верхушка айсберга. Там было много-много-много всего другого. Вот, ну да, вот классная история, конечно, я так думаю, что наши зрители оценят ее, потому что убежден, что большинство наших слушателей никогда не слышало про эти фамилии, никогда не слышало про эти имена, про эти истории. Теперь сможет почитать хотя бы там в Википедии те статьи, которые есть, возможно. Просто наберите, друзья, просто наберите Роберт Максвелл, допустим, и колоссальное количество историй на вас вывалится. Но в любом случае, согласитесь, Сергей, вот эта вот маленькая деталь, когда шесть бывших и один действующий руководитель МОСАДА вместе с премьер-министром приходит на похороны человек, который формально вроде бы никакого отношения к МОСАДу не имеет, возможно, это самое убедительное доказательство того, что человек был очень важным тайным агентом этой спецслужбы. Да, конечно, может быть, даже не тайным агентом, потому что слово агент по-разному воспринимается в разных странах. В Советском Союзе, в России агент – это просто добровольный помощник. Скорее всего, он был не добровольным помощником, а кадровым сотрудником даже МОСАДа. Ну, вы знаете, вот я вспоминаю к вопросу о похоронах. Сейчас часто говорят о Владимире Познере, который в 90 лет вдруг решил вернуться на телевизионные экраны, и у него какой-то новый проект начинается. Я это сейчас не готов комментировать, но я вспоминаю рассказанную им историю в его собственных мемуарах. Я эту историю слышал сначала от него из устно, а потом уже прочитал в его книге воспоминаний. Он признает, что его отец Владимир Познер-старший, который формально был кинематографистом, в частности, некоторое время работал в Голливуде, потом был достаточно успешным кинопродюсером, тогда такой профессии официально не было, но он действительно был кинопродюсером в СССР, возглавлял творческое объединение экспериментальное, в котором вышло несколько очень успешных советских фильмов, достаточно сказать «Белое солнце пустыни», но при этом он был очень ценным сотрудником нелегальной разведки в Соединенных Штатах Америки. И вот в качестве примера Владимир Познер приводит историю о том, как отец полетел в очередной раз за границу во Францию, любопытно, он был выездным, а Владимир Познер тогда был не выездной, такая маленькая деталь. И он умер в самолете, и он умер в самолете, и летчик сообщил, что вот такое случилось, и встречать покойного на аэродром приехала целая толпа генералов первого главного управления. Интересно, любопытно. Вот такая вот история. Так, Сергей, теперь про Францию, что вы хотели под конец нашего разговора про Францию рассказать? Ну, с судами, которые тоже связаны были со шпионскими операциями, это очень известная громкая операция, которая произошла при Франсуа Миттеране, когда, значит, французы испытывали свои, свои атомные, свое атомное оружие на атолле Муроруа в Тихом океане, значит, в своей полинезии, французской полинезии, туда приехало судно Гринписа, которое называлось Рейнбоу Ворьер, и против... Рейнбоу Ворьер, это мы помним. Да, и против него была организована диверсия, значит, супружеская, якобы супружеская чета, на самом деле, это были нелегалы французской разведки, якобы супружеская чета из Новой Зеландии, которая, значит, взорвала это судно, там погиб, по-моему, один человек, и кого-то там ранили, вот, это все стало известным, вот, и это был огромный международный скандал, причем, о котором тогда сами французы рассказали, то есть, тогда вот был, и это был, по-моему, это был сентябрь 1984 года, или 1983 года, когда премьер-министр Лоран Фабюс сам просто рассказал, что подтвердил, что это была диверсия французской разведки, вот, в результате, значит, сняли директора французской разведки, поплатился также министр обороны, потому что французская разведка подчиняется министерству обороны, вот такая история с гибелью судна Rainbow Warrior была у французов. Ну, кстати, последнее, что я, наверное, хотел бы сказать, удивительный мостик такой перекинулся из истории про Роберта Максвелла, вот этого мультимиллионера, я бы сказал, даже миллиардера, который был и агентом спецслужб, а может быть, и кадровым сотрудником спецслужб, и издателем Горбачевой, и вполне вероятно, что человеком, через которого отмывались, переправлялись на Запад вот эти легендарные деньги КПСС, которые то ли были, то ли не были, никто их в конце так и не нашел, а вот связь с сегодняшним днем такая, дочь Максвелла, Гислейн Максвелл, оказалась замешанной вот в этот грандиозный секс-скандал с Джеффри Эпштейном, одним из пострадавших, в котором оказался даже британский принц, сын королевы Елизаветы, принца Эндрю, да, и вот дочка Максвелла, Джеффри Эпштейн, покончил жизнь самоубийством в тюрьме, а его подруга, вот эта самая дочь Максвелла, получила 20 лет тюрьмы, несмотря на свой преклонный возраст, попала, что называется, как кур в общем, и, несмотря на преклонные годы, отбывает сейчас вот этот вот срок в американской тюрьме. Вот так вот неожиданно заканчиваются истории некогда знатных и богатых семей западных олигархов. Да, и богатые плачут, да, значит, это в утешении всем тем, кто завидует богатству чужому. Ну что ж, Сергей, спасибо большое за этот разговор, суть по всему, мы по лайку точно с вами заработали, я просто смотрю на количество наших зрителей, которые нас смотрят в прямом эфире, мы сейчас с Сергеем распрощаемся, а вы, дорогие друзья, через несколько минут сможете посмотреть наш разговор сначала, если присоединились к нашей аудитории не сразу, ну, или с любого интересующего вас места, и там уже в записи, в режиме записи будете смотреть наш разговор, сможете продолжать задавать вопросы, оставлять комментарии, ну, и, конечно же, еще раз жду от вас лайков и подписки на мой канал и на канал Сергея Жирнова, и до следующей встречи, спасибо, Сергей Олегович, до свидания. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok